всем доброго и доброго утра крышка собирается в школу карина чете впереди рубашка торчит а сзади нет жилеточки модная в этом году все хочу хочу тоже такую жилетку ты не знаешь насти есть моего размера нету на такую ростовку заказала нам смаз и покажись еще не утки реки стиль нахо такой стиль мы раньше не понимали стетка вот стиль в тренде вот что значит это немножко не выспалась возбудили ну-ка милочку давай нет невозможно и в последнее время дать лекарства нет надо выпить а как ты будешь заниматься без лекарств такие на истерики укатывать тогда когда она не высыпается давай нет камила мне еще важно я не сильно-то и принуждать чтобы она сама ротик открыла давай молодец как водка к молодец умничка полет все давай собираемся здесь окно открою чтобы как раз него проветривалась все довольна ты ездишь к своему любимому психологу заниматься будешками с психологом будешь рыбку кормить да то рыбка голодная знаете я еще раз убеждаюсь что я вот правильно сделала по поводу школы она не высыпается довольно таки частенько и в условиях где сидеть нужно за паркой она она не сможет спасибо тем кто поддержал меня в этом ну поддерживают конечно те люди которые столкнулись проблемы они понимают о чем они говорят высоте люди которые с такой проблемой не столкнулись они говорят что надо школу почему и школу не отдали или ждут когда я ее отдам они действительно состояние абсолютно не то нажимаем на кнопочку где кнопка молодец от себя прошу принцесса выходи ками пойдем кроме пойдем пойдем к наташ ну чего ты пойдем наконец-то он будет сейчас рыбок кормить пойдем рыбок кормить у нас камень любит у психолога рыбок кормить ну все чего ты нервничаешь сразу хочу сказать что психологом мы не ходим домой заниматься мы ходим в центр то я в этом не говорила а уже как бы кто-то написал что смысл ходить психологу подпольному ходим в центр это официальный центр камила там есть и другие специалисты но именно хорошие отзывы о работе психолога центр это не означает что прям там все специалисты хорошие иду в поисках кофе пока камила на занятии на улице пасмурно вот и холодно прям пронизывает вчера было намного теплее сегодня там чувствуется уже приближение холодное во времени года прямо синий осенняя погода и воздух по-синему это здесь не на должен быть аппарат кофе думала выйти в прямой эфир интернет что у меня глюканул возле аппарата было много людей и я не стала тоже покупать я не люблю идти пить кофе хотел там рядышком где-нибудь постоять ведь там как-то много на роду что не очень купила зашла в магазин два пакетика три в одном кофе я люблю такого кофе я знаю что оно вредно но иногда можно побаловать себя я вообще за то что если что-то хочется тупо чуть-чуть можно просто когда ты себе запрещаю что-то потом ты себе про места не находишь но это отлично я про себя говорю каждого по-своему на улице холодно а без кофе как-то не комфортно на улице находиться поэтому пойду я на диванчике лучше посижу несмотря на то что коми себя плохо вела не хотела выходить с машины идти на занятия капризничала кусала себя но у психолога она занималась спокойно у меня там все слышно когда она начинает кричать сегодня она занималась хоршуками стри улитка стри улитка вон стри улитка ну куда ты в рот смотри вон молодец ты видишь улитка сейчас уже идем домой баланс действительно теперь для нее они как балансер и работает очень классная штука тоже подхожу постоянно массажирую ножку конечно в идеале когда она без носков но так как полы прохладные поэтому удачно такая вот покупка для коми так смачно есть вообще все чтобы не ела аппетитненько есть яблоко мне сама захотелось деловая такая не ест она бананы я хочу съесть бананчик бери крючки забрала кирюху со школы немножко он погулялся своим одноклассником идем домой спасибо так вот привлечили его к тому что девочкам надо двери открывать да кирюха конец пока есть кому оставить далее мне ровно полчаса нужно сбегать на рынок еще отнести заказ краски для волос быстренько купить продукты каринка сейчас должна еще со школы прийти домой я чуть замерзла пока за кириллом сходила немножко оказался на качелю и уже замерзла холодно очень резко прям так похолодало у нас так вчера футболки ходили сегодня уже потеплее одеваться смотрю сейчас на деревья так много появилось золотых цветов листочков буквально на прошлой неделе их было совсем мало а сейчас прям очень много из золотых листочков попадают надо будет как раз в золотую осень когда деревья позолтеют побольше листьев попадают пойти в красивое место и сделать красивую фотосессию все в каждом времени года свои прелести набрала продукты я обожаю виноград себе взяла сорта молдова именно вот молдову я очень люблю яблоки взяла сосиски майонез куриное филе все что надо было не хватало дома вот я немного устала целый день с трапами на ногах вчера целый день все налегли мне вообще не хотелось вставать знаете когда холодное время года мне очень нравится так вот укутаться в постельке и пледик такой мягкий теплый и так вот лежать обожаю выходные праздничные дни в холодное время года за то что можно так вот понежиться расслабиться очень классно сейчас нанести такую вот маску бренда аравия а немножечко отдохнуть кайфануть и по ухаживать за собой хотела пойти к маме сегодня пораньше но к ней приехали родственники гости не стала уже идти пойду попозже нас у мусульман да так принято если кто-то болеет рождается по любому случаю всегда приезжают родственники проведать наведать посмотреть да помочь вот сегодня приехали родственники к ней одни и люди приезжают вот тот кто узнает тут приезжают проведать потом сейчас уже приедет скоро сестренка моя пойдет заберет селима из садика и заберет карина и они пойдут к маме тоже ее проведать с тренков не ходит через день я хожу каждый день тетя моя с ней живет муж каждый день их куда-нибудь вводит в поликлинику то по врачам то еще куда-нибудь в общем у нас как бы так вот мы сплоченные вот в этом плане да мы всегда за друг друга и никогда в жизни друг друга мы не бросим в трудную тем более минуту вообще вы знаете родственники друзья они всегда вот в трудную минуту именно скажем так себя проявляют то есть ли они себя проявляют так то они себя всю жизнь будет проявлять так вот заботы да говорю у нас как бы с этим вот очень очень дружно что ты хочешь а ты тизешку поцелуешь и тебе дам эти собрал камешки ты хочешь с маленькими играться ты с маленькими хочешь камешками играться иди карина ему принеси у кирилла в комнате идите зека тебя поцелуют и я тебе разрешу открыть да это поцелую а там камень сидит камни сторожит только их никуда не раскидывать здесь игра ладно а что ты там купила они вонючие и сладкая давай это тоже только они на вид одинаковые рука у меня сладко ну кауча давай посмотрим что везет кому сладко они все сладкие а там острые есть или только камни до в этой комнате играй попытка номер два сладко кисло кисло не хочу не хочу не хочу нет 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 я же попала со стороны тебе нельзя фунтик ты маленький такой маленький если ему кисло попадет вот все острая да блок челлендж а ну-ка давай бери кто там домками стучит это камень стучит селим где камень иди камень приведи говорят ты такой маленький был сладкий сейчас такого же пальцевой сели карина тебе стилем это кто серым а кто на кресле сидит это кто как я зовут как я зовут серым как девочку эту зовут как-то так у зовут нет ты мне не выбирают камень зовут сладко и камень видать сладко раз еще раз приходит да нет она живет давай одну камень одну мне камень камень последняя не я больше не буду будешь сегодня не от маша завтра собираешь папка а где перца где пособирала папка папка а я тоже хочу так на руках нет Ты сказал, пока качели, что ли, Селин? Молодец. Последний век тебе киндер купит за это. Ты же хороший мальчик. Мам. Идем. А перосенька, может, ему купить имбуд? Нет, он не будет поражен. Не будет поражен? Он не с чем вообще. Будешь поражен? Иду я уже от мамы. С целым таким вот пакетом фруктов. Приходят к ней соседи, родственники навещают ее, знакомые. Ну и все, конечно, приносят ей фрукты, чтобы она их больше ела. Она говорит, а я не успеваю. Их так много. Забери, говорит, детям. Такой тяжеленький. Иду уже домой. Как вот наступает холодное время года. Я люблю гулять по вечерам. Чтобы так вот не холодно было, комфортно. И особенно мне нравится так вот по вечерам гулять. Новогодние праздники. Все фонари горят. Свет, окна украшены. У тебя в руках там вкусный горячий кофе. Или глинтвейн. Так вот прогуляться я обожаю. Просто вот люблю именно по вечерам гулять. Так вот уютно, тепло. Я же говорю, особенно волшебство такое на новогодние праздники. Ну, в принципе, не новогодние. Тоже люблю по вечерам гулять. Такая своя особая атмосфера вечером. Теплая такая атмосфера. Мои дома. Свет везде горит, смотрю. Все, так сказать, и на улице. Мне кажется, или я уже привыкла к холоду. Или сейчас теплее, чем было днем. Кирюша молодец. Делает уроки сегодня. Его учительница похвалила. Скажите, он молодец. Очень аккуратно пишет. Очень мальчик воспитанный. Очень самостоятельный. Много знаний у него. Поэтому Наталья Юрьевна, наша умничка. Много знаний в голову Кирюши. Да, вот это вот загрузило. И, кстати, вот Кирилл, когда тренировки заканчиваются, они Марлен Ага. Это тренер. Ну, как бы Марлен это имя. Ага это брат. Вот они всегда говорят спасибо за тренировку. Я сейчас Кирилла научила. Чтобы после того, как я прихожу после уроков, чтобы он говорил, Вере Сергеевне, спасибо вам огромное за знания, которые вы нам даете. И он сегодня ей сказал, и стало очень-очень приятно. Очень важно быть благодарным за то, что вот тебе дают. Нести знания. Учительница старается, чтобы они были умненькие. Чтобы они в жизни реализовали себя, да? Для того, чтобы себя в жизни реализовать, нужны мозги. Новости про маму. Сегодня она сделала УЗИ, лимфоуглёв. УЗИ чисто, всё хорошо, ничего плохого нет. Когда вот результат анализов, результаты УЗИ, после того, как она сходит к врачу на осмотр, пишет хорошее, мне прям просто душа радуется. Очень-очень. И она сама тоже, смотрю, более бодрячком становится тогда, когда вот ей хорошие результаты дают. Значит, завтра ей нужно идти к онкологу, к урологу. Она сдала анализы, и надо с этими анализами идти к урологу, так как у неё показатели анализа были плохие. А вот будет уже уролог смотреть завтра. Ей нужно будет делать КТ с контрастом или без контрастом. Нам нужно обязательно завтра перезвонить в Симферополь. Будем делать на улице, по улице Грибоедово КТ. Мы же записались, но у нас здесь вопрос с контрастом или без контрастом. Но обязательно уже в пятницу мы это дело будем делать. Вот. Знаете, я вам хочу сказать по поводу медицины. Кто бы, чтобы мне там не писал, что я там о ком-то плохо говорю и зачем я это вообще говорю. Я говорю то, что мы проходим и то, что я вижу. Если, не дай бог, в семье нет денег, то вот запись к онкологу, к неврологу очень долго нужно ждать. Да, если, не дай бог, это прогрессирующая какая-то болезнь, то можно реально на тот свет отправиться, пока они тебе назначат КТ, МРТ, колоноскопию, то-то, сё-то. Вот мы бесплатно записались на анализ, или как это называется, исследование, наверное, правильно, глотать кишку. Мы записались неделю тому назад на 1 октября. Представляете, это вот единственное, на что мы записались бесплатно. И как долго ждать? То есть время против больного человека, да, любого. И здесь надо, конечно, действовать незамедлительно, экстренно. Мы за деньги уже вторую неделю ходим. Представляете? А представляете, это если делать бесплатно, то это гораздо, гораздо дольше. Ну, я вам хочу сказать, конечно, вот моя мама лично, да, она платила всю жизнь налоги. Всю, у неё нету пробелов в оплате налогов. И получаю тут, да, только на данный момент сейчас из бесплатного ты сделали рентген в приёмном покое, взяли анализы, мочу и кровь. И вот сейчас вот это вот, то, что глотать кишку, всё, всё остальное мы делаем платно, потому что мы хотим побыстрее узнать, в чём причина её состояния. Под её состояние голос у неё стабилизировался, стал такой же, как у неё был. Сегодня она даже два часа спокойно просидела с одними гостями, потом с другими. Откапали её пять дней и стало легче. Это спасибо огромное тёте Венере, которая её прокапала. И она, увидев её состояние, она даже не 3000 с неё взяла за пять дней, а 2000 всего лишь. И сидела с ней каждый день пять дней по три часа, пока капали. капельницы. Спасибо ей за это огромнейшее, добровейшей души человека. И прям с первого раза попадала, всё отлично, она ей сделала. Больницу, я вам напомню, да, уролог дал направление, ну, не направление, рекомендацию прокапаться, но при этом больницу положить, это не показание госпитализации. Вот от этого, конечно, становится очень грустно, печально и страшно, я хочу сказать, сказать, что нет денег, нет здоровья, как говорится, и нет, не дай бог, блин, из жизни. Мне вот начали писать в личку истории, да, причём нехорошие истории ещё и про Евпатрийские больницы, что вообще здесь происходит. Мне, моя знакомая, рассказала, какой случай случился с её тизешкой в Симферопольской больнице, как она умерла, да, и просто волосы становятся дыбом. Хочется сказать, что оно у врачей, наверное, те люди, которые не должны ни при каких обстоятельствах терять человечность, да, потому что это боль человека, это жизнь человека, каждый человек бедный, ну, как говорим, да, там, бомж, ещё какой-то, это человек, это прежде всего человек, и, ну, ему необходимо помочь. И мне моя соседка, Даша, сказала о том, что вот была гроссотяя в патриархской группе, что у мужчины, что там заражение пошло, только гангрены, я не помню, вот что конкретно, его в патриархской больнице, приёмный покой, его выгнали, и он, в общем, там на какой-то кушетке для собак и кошек, вот там он лежал, они его выгнали на улицу, ну, блин, ну, и что, что он бомж, неизвестно, чья жизнь, как завтра сложится, почему такое вот отношение, это мне непонятно, когда вот Светка об этом рассказала, я была просто шокирна, я просто не читала за этот случай, ну, это уже, знаете, это страшно, какой бы ни был человек, но когда нужна вот такая вот помощь, я считаю, что, ну, вот, обязаны прям протянуть руку помощи, просто обязаны, представляете, это какая боль, это какие мучения, это страшно, это вот даже не хочу об этом говорить, это просто страшно, я миллион пятьсот раз повторюсь, и буду каждый раз об этом говорить, не для того, чтобы себя возвысить и похвалить, я буду говорить, как они едут, снова завтра, вот каждый день я хожу к маме, один раз вот не ходила, это передала через Лешу, отнесла деньги, потому что это все платно, не надо мне писать, что зачем вы этим кичитесь, я этим не кичусь, я просто хочу показать, какая у нас медицина, ну, вот,